шалом заголовок программы сегодняшний это цитаты из 12 главы первого послания апостола павла коринфской общине он задает своим читателям вопрос все ли говорят на так называемых иных языках текст вы видите на экране ну и разумеется он имеет ввиду верующих в миссию все ли верующие в миссию и шо говорят на иных языках они верующих тут речь не идет современные верующие отвечают на этот вопрос очень по-разному 1 радикальной позиции то что сегодня все иные языки это или просто человеческая подделка сам себе придумывает что-то какое-то бормотание или же а это то есть это не сверхъестественный дар или же если это нечто сверхъестественное то это дар от дьявола они от бога почему от дьявола почему не от бога ну во-первых свет сверхъестественных вариантов 2 так что поскольку это не от бога то это от дьявола спрашивается почему что да это не от бога то откуда такая уверенность ну смотрите а бог больше говорят сторонники этой позиции был больше не дает таких даров которые давал тогда в новозаветные времена ну почему он не дает потому что тогда эти дары сверхъестественные, действительно были нужны верующие в первые несколько столетий, пока у них еще не было Нового Завета. А сейчас все, что Бог хочет сказать своим детям, уже давно известно, давно это все написано и давно это признано Словом Божьим, поэтому никаких пророчеств, языков и истолкований нам больше не нужно. Хочешь узнать волю Божью, хочешь слышать голос Божий, читай Библию, хочешь услышать голос Божий не в разуме и сердце, только своими физическими ушами, как слышь голос человека, пожалуйста, читай Библию вслух. Я лично был знаком с одним баптистским пастором, проповедовавшим эту теорию со своей кафедры. Помимо такой радикальной позиции, есть еще одна радикальная позиция, прямо противоположная. Это что все верующие в Ешуа без исключения должны говорить на иных языках, а кто не говорит, тот на самом деле еще неизвестно верующие ли. Аргументация сторонников этой позиции опирается на несколько текстов из книги «Деяния апостолов», которые описывают крещение Святым Духом. В трех таких текстах автор Деяния не просто констатирует факт крещения, не просто описывает, что вот эти люди приняли крещение Святым Духом, но также указывает, что в результате этого духовного опыта верующие начали говорить на иных языках, которых они никогда не учили. А дальше логика следующая. Ну, смотрите, крещение Духом предназначено всем верующим, говорят они. В результате крещения Духом, как мы видим вот в этих трех местах, все верующие говорят на иных языках, соответственно, кто на иных языках не говорит, тот наверняка, простите, кто на иных языках заговорил, тот наверняка верующий, а поскольку неверующих Бог Духом не крестит, а кто на языках не говорит, тот Духом однозначно, во-первых, не крещен, а во-вторых, еще и вера его под большим вопросом. Вот такой взгляд сегодня уже практически ушел в историю, но в свое время он был популярен у суперконсервативных пятидесятников, которые фактически рассматривали говорение на данных языках как однозначное достоверное доказательство того, что человек действительно верует в Ишуа. Ну, остальные верующие, которые придерживаются не столь радикальных позиций с левого или с правого фланга, они тоже делятся на два лагеря, тоже правый и левый фланги. На правом фланге ревнители языков, которые по старой доброй и пятидесятческой традиции считают их все-таки первоначальным доказательством того, что верующий крещен духом. То есть на вопрос, все ли говорят на иных языках, они отвечают, ну, нет, но по идее должны, ведь Бог всех хочет крестить духом и, соответственно, хочет всем дать дар иных языков. То есть эти люди не ставят уже под сомнение, как те совсем старые, совсем радикальные пятидесятники, они не ставят под сомнение вашу веру, если вы не говорите на иных языках, они ставят под сомнение полноценность вашего духовного опыта с Богом. Вот. Ну и на левом умеренном фланге есть люди, которые не отрицают вообще того, что Бог хочет крестить святым духом всех учеников Ешо, но при этом они не считают, что все, кто принимает крещение духом, автоматически получают при этом дар иных языков. Я с недавних пор придерживаюсь вот именно этой позиции. И в этой серии программ хотел бы привести аргументы в ее защиту, а также объяснить, почему ответ нет, но все должны говорить на иных языках, меня больше не устраивает. А прежде всего давайте прочитаем вопрос Павла Коринфским верующим в его контексте. «Вы — тело Христова, а порознь — члены». Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователем? Сам Павел задает свой вопрос об иных языках в контексте разговора о едином теле Мессии, в котором у каждого органа есть своя конкретная функция, то есть свое служение другим членам того же самого тела. Если вы прочитаете всю 12 главу целиком, то увидите, что тему этой главы можно было бы, в принципе, назвать «многообразие и единство» или «единство в многообразии». То есть в одном теле есть множество различных органов. Они отличаются друг от друга, естественно, но вместе они составляют единое тело. Функцию каждого верующего, то есть каким именно органом в теле каждый верующий является, это определяет сам Бог, Дух Святой. Это Павел подчеркивает в следующем отрывке, который я сейчас зачитаю. Одному дается Духом, Духом дается, обратите внимание, слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему, Духу, угодно. Читая этот вопрос в контексте всей главы, легко увидеть, наш вопрос о том, все ли говорят на иных языках, легко увидеть, что он по сути риторический. То есть предполагается очевидный отрицательный ответ. Нет, не все апостолы, не все пророки, ну и соответственно не все говорят на иных языках. Почему не все говорят на иных языках? Ну потому что по аналогии с физическим телом, по аналогии, которую сам же Павел здесь приводит, такая ситуация, если бы все говорили на иных языках, была бы равносильна чему? Тому, что все тело состоит из одного органа. То есть из идентичных органов, которые, другой вариант, из идентичных органов, которые соединены друг с другом. Представьте себе, что вы все, что вы, что ваше тело или мое тело, это вот не пять пальцев на одной руке и пять на другой руке, а это просто пальцы бесконечные там или ну конечные, но вот просто пальцы. Да? Даже без головы. Что же это такое-то будет? Это будет уже не тело, это будет что-то непонятное. Пишет Павел, тело же не из одного члена, но из многих. Если все тело глаз, то где слух? Если все тело слух, где обоняние? Но Бог расположит члены, каждый в составе тела, как ему, Богу, было угодно. А если бы все были один член, один орган, то есть то где было бы тело? Но теперь членов, то есть органов много, а тело одно. Что же на это говорят сторонники более радикальных харизматических взглядов? В чем слабости их собственных аргументов? Об этом через неделю. Спасибо. Шалом. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова